Чечены здесь в этой разборке идут совершенно отдельно. Чеченов не простят никогда. Чеченов ненавидеть будут в веках. И на чеченов стойка внутри правоохранительных органов всегда боевая. Как только с предохранителя снимут, менты, ну они же полицаи и ФСБшники, чеченов в России изничтожат до последнего. Он в этом своем разговоре говорит, что это происходит не когда-то, в средние века, а сейчас. Это вот сейчас как раз-таки голова человека лежит в музее. В музее! Не в склепе в каком-нибудь там на кладбище, не похоронено где-то. В музее лежит голова. В культурной столице, культурной страны. Так, чеченцы, чечены головы режут друг другу, русским. Ну вот такая вот особенность у нас. Это мы не то, чтобы вместо здрасти делаем, но вот любим мы, значит, это дело, считает Сергей Асланян. Есть такой человек, его зовут Сергей Асланян. Я не знаю, как правильно его назвать, журналист или кто он, может, эксперт, он по всем вопросам. Но это человек из команды Михаила Ходорковского. Очень интересный персонаж, сейчас вы увидите. Он вышел в эфир на YouTube-канале «Утро февраля». Где-то час они разговаривали, и за этот час Сергей Асланян позволил себе очень много ксенофобских высказываний, оскорбительных в адрес чеченцев, кавказцев. То есть там этот разговор переполнен вот этими оскорблениями на почве религиозного, даже здесь не столько религиозного, сколько национального, этнического, какой-то предвзятости и ненависти. Давайте сейчас по порядку посмотрим несколько выдержек из этого их разговора, а потом их прокомментируем. Итак, номер один. Чечены здесь в этой разборке идут совершенно отдельно. Чеченов не простят никогда. Чеченов ненавидеть будут в веках. И на чеченов стойка внутри правоохранительных органов всегда боевая. Как только с предохранителя снимут менты, но они же полицаи и ФСБшники, чеченов в России изничтожат до последнего. И они об этом сами говорят, что дали бы нам команду, мы решили бы вопрос в три дня. Решили бы чеченскими методами с отрезанием голов, как полагается, со всеми остальными атрибутами. Но это такой национальный колорит чеченов головы отрезать. Итак, поняли, это национальный колорит чеченов, резать головы. Такая наша национальная особенность. Теперь смотрим еще одну выдержку из этого разговора. Здесь Медведев опоздал своих соратников по ЧВК. Это самая главная новость. Не новость жестокость. Не новость садизм. Не новость отрезания голов. Новость то, кто это сделал. В ЧВК не чечены. Чечены головы режут друг другу, русским. Для них это норма. У них это не то, что вместо здрасте, но у них так это принято. И то, что теперь начинает проявляться здесь российский след, и это сделал кто-то из русских, вот это самое главное открытие. Чеченцы, чечены головы режут друг другу, русским. Ну вот такая вот особенность у нас. Это мы не то, чтобы вместо здрасте делаем, но вот любим мы, значит, это дело, считает Сергей Асланян. Так, смотрим еще одну, третью выдержку из этого разговора. Абсолютно доступно. Хотя мы видим, с другой стороны, Кавказ. Весь Кавказ именно на этом и стоит. Там чем ты звероподобнее, тем ты уважаемее. На Кавказе тебе не воздают должное по умолчанию за факт написанной диссертации. За возраст – да. Но, как один из исследователей Кавказа Александр Покровский писал, когда среди долгожителей, кланы долгожителей, тебе 60 лет, а над тобой еще целых два поколения, и в свои 60 ты никто, не говоря же о том, что в свои 20, над тобой 4 поколения Аксакалов, и твой прадедушка, ему сейчас 99, и он, тем не менее, самый уважаемый и действующий, а ты в этой пирамиде никто. Но доказывая свою состоятельность, мужественность, можно поступками, выходящими из ряда вон. Например, отрезав кому-то голову. И ты показываешь, что, смотрите, я уже мужчина, и тебе все аплодируют, всем кванам, и старшие на вершине, находящиеся со своего возраста, уровня 99 лет, похлопают тебя по плечу и говорят, молодец, сынок, правильно взял, мужчиной стал. Это происходит в веках, и в том числе в 2023 году. Так как мы являемся дикарями, у нас нет такого, чтобы кто-то мог с помощью своих мозгов какое-то положение в обществе высокое получить. У нас все устроено так, что старики в четвертом поколении, у нас они уважаемые, 20-летний молодой никак не может стать уважаемым, кроме как отрезав кому-то голову. И только когда мы отрезаем кому-то голову, вот этот вот самый старший, у нас самый уважаемый, он хлопает нас по плечу и говорит, молодец, ты, значит, правильно сделал. Так вот, у вас из этих трех вырезок, у вас может сложиться впечатление, что весь этот эфир был посвящен чеченцам, кавказцам, отрезанию головы и так далее. На самом деле нет. На самом деле этот эфир посвящен ксенофобии в России. То есть, ослоня, он как бы, он вообще в целом высказывает свою озабоченность и дает какое-то экспертное мнение по поводу ксенофобии в России. И более того, говорит, что он сам является жертвой этой ксенофобии. Вот послушайте, как он рассказывает о своей молодости, как он учился, и из-за его фамилии, а у него фамилия Слонян, очевидно, на армянский лад, как я понимаю, может быть, он сам и не армянин, не знаю, но вот послушайте, как он сам рассказывает, как его, говоря современным языком, булили в школе или в УЗИ. Но если вот посмотреть на мою биографию, я был единственным нетитульным в классе и на весь класс учитель мой, заполняя журнал 1 сентября, говорил, «Асланян? Армян? Грозно!» И весь класс радостно ржал, потому что было понятно, что на мне изъян. То есть в этот момент у меня на спине появлялась такая нормальная шестиконечная желтая звезда, и весь класс потом знал, что не армянин, нет, у меня учитель не выговаривал это слово, он говорил «армян». И все знали, а, армян, похлопывая, я такой попрещу, типа, «Не-не, ну что, ты тоже человек, если что, мы тебе тут булочку оставим за завтраком». Это был расизм на совершенно естественном уровне, он не требовал никакой подпитки, его не нужно было как-то провоцировать, это по умолчанию. Обратите внимание, он говорит про своего преподавателя, который не мог выговорить «армянин», называл его «армян», но при этом сам Асланян не может выговорить «чеченцы» и называет нас «чеченами», что является ошибкой в русском языке. Он должен говорить «чеченец», «чеченцы», а говорить «чечен», «чечены». Но спишем это на то, что, возможно, из-за психологической травмы, которую он получил в молодости, это как-то отразилось на его психике, он теперь стал других называть таким образом, и возложим эту вину не на него, а на его преподавателя. Но удивительно то, что он, рассказывая о вот этой вот ксенофобии, жертвой которой является он сам, при этом он сам источает эту ксенофобию в адрес чеченцев и кавказцев в первую очередь. Возможно, в той же школе или в том же институте, может быть, были еще какие-то истории, связанные с нами, может быть, тоже какие-то психологические травмы, и они отразились сегодня на уже взрослом Асланяне. Я не знаю, мы можем только догадываться. Я бы хотел пообщаться с Асланяном где-нибудь наедине с ним, не обязательно лично даже, а вот к какой-то, может быть, посредственной видеосвязи, и рассказывать ему часами о том, как в нашей семье мой отец, мой дед, они все резали, отрезали головы, и у нас в доме вот бывают такие серванты стоят у людей, и там обычно посуда у них хранится, или какие-то там фотографии, какие-то реликвии, то, что дорого для семьи. И вот у нас вместо этого в этом серванте всегда хранились головы тех людей, которые были отрезаны моими отцами. Я бы хотел ему об этом рассказывать, но, увы, у меня нет таких историй, потому что ни мой отец, ни мой дед, ни его отец, ни в нынешнее время, ни сто, ни двести, ни триста лет назад у нас никто не практиковал подобного, и человеческие головы у нас никогда не являлись предметом гордости, какими-то реликвиями. И я сомневаюсь, что Асланян знает или встретит кого-нибудь среди чеченцев, у кого в семье была бы такая традиция. Это очень сомнительно. Я даже убежден в том, что он никогда ничего подобного не встретит. Но есть страна в этом мире, она и сейчас существует. В этой стране отрезание головы является неким культом, является частью идентичности культурного кода этой страны и ее народа. Причем не только сейчас, это и сейчас, это было так и 50 и 100 лет назад, и 200 и 300 лет назад. Вот с тех пор, как эта страна на политической карте мира появилась, всегда особенностью этой страны и ее народа в большинстве своем было то, что они отрезали головы и действительно показывали их, гордились этим и воспитывали на этом своих детей. И в этой стране до недавнего времени, вот совсем недавнего времени, в ее культурной столице, ее культурные жители, жители этой культурной столицы вставали утром в кругу своей культурной семьи, культурно завтракали, затем надевали на себя культурные наряды, высокосветские, это образованные, начитанные люди, как и сам Асланян. Затем они шли в культурный музей, в котором лежала голова того самого кавказского дикаря Хаджимурата, отрезанная когда-то их культурными предками. И эти культурные жители этой культурной столицы показывали эту голову своим детям и гордились этим. Это происходило вот сейчас, не только 100-200 лет назад, а сейчас в современной России. И это имя этой стране Россия, это та самая страна, гражданином которой является Сергей Асланян. Это, кстати, если кто-то не знает, эта голова была убрана из этого музея. Кстати, что это за музей? Сейчас я вам... Это музей имени Петра Великого, музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге. В этом музее эта голова из экспонатов, выставленных на показ, была убрана вчера. Вот только нынешнее время. И она остается в этом музее. Просто ее... Теперь нельзя на нее посмотреть, нельзя культурно собраться своей культурной семьей и пойти лицезреть эту голову. Но она остается на хранении в этом музее. И вот человек, который ассоциирует себя с этим культурным кодом, с этой страной, относит себя к ее элите, к ее интеллигенции, а этим занимается именно интеллигенция. Я думаю, что среднестатистический житель России даже не знает про этот музей, тем более про эту голову. А вот та самая интеллигенция, которая ходит в музеи, изучает ее экспонаты, вот как раз они, частью их культурного кода и является отрезание головы, хранение этих голов, этих черепов. Мне не нужно даже говорить сейчас про зверства, которые творила российская армия в Чечне, как они отрезали головы, варили, чтобы потом делать из этих черепов пепельницы, дарить друг другу. Можно сказать, ну, быдло армия, да? Нет, тут интеллигенция этим занимается. Так вот, дорогой Асланян, я могу тебя уверить в том, что ни в Кавказском государстве, в Имамате, которое существовало два века назад, ни в современном чеченском национальном государстве, независимом, никогда не было музеев, где лежали бы отрезанные головы, русским или нерусским, как ты сказал, ни друг другу отрезанные, нерусским отрезанные. Мы никогда не хранили головы в музеях и никогда не водили своих детей смотреть на эти головы. Какие-то отдельные вещи, явления, они везде присутствуют. Но вот, чтобы отнести это к особенности народа, к счастью моему и, к сожалению твоему, ты не найдешь таких ни одного претендента, ни у чеченцев, ни у кавказцев в целом. И еще самый важный момент, который в этом разговоре вы почему-то вообще никак не упомянули, не коснулись, что даже какие-то акты насилия, жестокости даже, не насилия, акты жестокости, которые имели место быть во время войны у нас, на которые вы, конечно же, с удовольствием сошлетесь, если мы будем на эту тему дискутировать. Вы обязательно сошлетесь на какие-то видеоматериалы, проявления жестокости. Так вот, вы обязательно упоминаете, что даже эти акты жестокости какими-то отдельными лицами были совершены в то время, как вы напали на этих дикарей-кавказцев, какими вы нас считаете. То есть даже жестокость, которую проявляли мои соотечественники, мои братья, мои отцы, даже эта жестокость была продиктована лишь самообороной. Никогда никто из кавказских дикарей, из наших отцов, никогда не приходил на территорию России или какую-нибудь другую территорию, и никогда там никого не убивал, никому ничего не резал, не отрезал, не грабил, ничего подобного. Все это, вот удивительно, все эти акты жестокости, даже которые имели место быть, происходили исключительно на нашей территории, не на вашей территории. Вот этот момент тоже нужно обязательно в этих своих разговорах упоминать. А теперь я хочу обратиться уже к аудитории своей, дорогие друзья. На самом деле, шутки шутками, я, конечно, сейчас в такой немножко шуточной форме, это все, об этом все вам рассказал, но на самом деле произошедшее, и то, что этот человек себе позволил на широкую аудиторию и этот канал, канал «Утро февраля» опубликовал, это очень серьезный прецедент. Вы не представляете, что бы произошло, если бы он вместо чеченцев, вот в этом своем спиче, назвал бы евреев, если бы он что-то подобное сказал бы в адрес евреев. Сегодня Ходорковский на коленях бы стоял, вот как он в эфире с Гордоном плакал, когда война началась, помните эти слезы? Вот он точно так же стоял бы на коленях и, плача, оправдывался бы за то, что человек, который работает у него и на него, посмел высказать подобные ксенофобские вещи. Конечно же, предварительно этот человек был бы уволен, а в этом нет сомнений. Этот канал, опубликовавший у себя эти ксенофобские высказывания, и никак, вы заметите, можете посмотреть, вот этот Курбанова, Алена, по-моему, она даже никак не возражает на все эти отвратительные высказывания Асланяна. Никак это не комментирует. И выложили они это без каких-либо сопроводительных комментариев. Этот канал, если бы это было сказано про евреев, этот канал бы, разумеется, удалил это видео, разумеется, те, кто допустили публикацию, были бы уволены, и они бы оправдывались за то, что они это сделали. А почему это бы произошло? Потому что на всех уровнях они бы получили такую атаку на всех юридических, этических, иных, иных, юристы, политики, все, они бы такой такой хейт, такую волну хейта получили бы, что они просто бы не справились с ней. У нас, конечно, мы не настолько многочисленный народ, как еврейский, у нас, в лучшем случае, там у нас миллиона два. Поэтому у нас и возможностей, конечно же, меньше, и что греха таить, поддержки у нас, конечно, в разы меньше. За чеченцев в этом мире мало кто будет вступаться, поэтому, конечно, мы сами должны в первую очередь вступаться за семи себя, по политическим каналам, по юридическим и так далее, на это должна быть реакция. Такие вещи просто так оставлять нельзя. настолько оскорбительные высказывания на почве национальной этнической неприязни. Они недопустимы. Я, кстати, сам по себе очень толерантен, наверное, к любым убеждениям, пока эти убеждения таятся внутри этого человека. Будь то он там хоть обожателем Гитлера или Сталина, конченным ксенофобом, там, кем угодно, но пока это он внутри у себя хранит, таит, это его проблемы. Но как только он начинает об этом вещать, это уже становится проблемой общества. И на такие вещи нужно очень серьезно реагировать. Поэтому ссылка в описании. Приступайте, друзья. Все, сняли. Заносите голову Асланяна. Брат, не боишься, если осел нян забьет тебе стрелку один на один? Я бы с удовольствием наоборот пообщался со слонянами, а говорю, я бы ему рассказывал то, что так угодно его душе услышать про вот эти головы отрезанные. Он, наверное, так представляет себе Кавказ, чеченцев, что мы прям у себя дома храним эти головы, очень любим их отрезать и прочее. Я не знаю, откуда он это взял, но раз он так хочет так думать, я бы ему понакидал бы таких историй, повыдумывал бы. Я уверен, что ему очень не хочется слышать про голову Хаджи Мурата, находящуюся в музее антропологии Санкт-Петербурга в 21 веке. Он в этом своем разговоре говорит же, типа, и это происходит не когда-то в средние века, а сейчас. Это вот сейчас как раз-таки голова человека лежит в музее, в музее, не в склепе в каком-нибудь там, на кладбище, не похоронено где-то, в музее лежит голова, в культурной столице, культурной страны. И эти люди нам пытаются давать какую-то оценку, нам пытаются рассуждать про наши устои, там, дикие мы, недикие, жестокость. Я сам отношусь критично ко многим вещам, вот этот культ силы, то, что у нас всяких бойцов и прочих культивирует, я тоже это знаю, мне это неприятно, я понимаю, что с этим нужно работать. Но, во-первых, чья бы мычала, первый вопрос, когда у тебя в музее лежит голова, ты как ты можешь вообще в эту сторону смотреть и о чем-то говорить. И второе, ну, это вещи, которые происходят сегодня, когда Кавказ находится под российской оккупацией, за это ответственность несут не чеченцы или кавказцы, за это сегодня ответственность несет Кремль. Вы не можете предъявить это нам? Вы могли бы это нам предъявлять, если бы мы, будучи свободным, независимым государством, у нас что-то подобное происходило, культ силы и так далее. И опять-таки, это наши вопросы. То, что образование нужно поднимать, то, что нужно всячески делать упор на это. С этим никто не спорит, и мы должны этим заниматься. Но такая явная ложь, когда человек либо просто не имеет вообще никакого понятия о Кавказе, либо имея это понятие просто из-за своей ненависти к нам, такую ложь возводит, что у нас там чуть ли место здрасти, практически мы друг другу режем головы. Откуда эта информация? На какие источники этот человек опирается? Что это за... Если от него потребовать какие-то пруфы про отрезанные головы, он приведет какие-то военные архивы, типа Тухчара, допустим, там в Дагестане то, что произошло отрезание голов пленным этим российским солдатам, солдатам, опять, это тоже важный момент. Ну, еще какие-то, возможно, тоже какие-то архивные материалы, опять-таки, из событий, материалы войны, то есть, во время войны, когда, опять-таки, были какие-то проявления жестокости. Это все, что он сможет привести, и как можно из-за этого сделать вывод, что там чуть ли вместо здрасти режут друг другу голову, это вот, это у них так принято. Такая мерзкая ложь. Субтитры Субтитры Продолжение следует...